Вот для меня феномен Дмитрий Гордон, который для меня никогда не был журналистом. Потому что, во-первых, количество интервью, которое он делал с Юлией Тимошенко, с тем же Зеленским, в свое время с Ющенко он первым сделал, это все комплементарные интервью, в которых я не вижу журналистики, я вижу человека, который хочет заработать цифры на YouTube, он не рассказывал о высоких цифрах, ну и вообще завоевать популярность, то есть каким-то образом дальше держаться на плаву, чтобы его смотрели. Ну, создавая комплементарное интервью, когда он мне как-то позвонил после моего интервью с Балашовым, когда Балашов в эфире у меня заявил о том, что он и Смешко причастны к Медведчуку, и он мне позвонил, я помню, это была суббота утро, в субботу должен был вечером выйти в эфир, был уже анонс, в котором мы, конечно же, вставили кусок, где Балашов, тоже человек с неоднозначной, скажем, откровенной репутацией, говорит о Медведчуке, и он мне позвонил и попросил, говорит, вы пожалеете, что это выйдет в эфир. Я говорю, ну, я, во-первых, не пожалею, потому что это не из моих уст, а из уст гостя. У нас демократия, вы забыли, Дмитрий? На что он говорит, что демократия должна быть управляемой. Я говорю, Дмитрий, ну, давайте будем откровенны, раз вы уже мне претензии предъявляете, я не считаю вас журналистом, потому что вы топите за кандидата. На что Дмитрий мне ответил очень, фразу, которую я, наверное, запомню на всю жизнь. Янина, я уверен в этом человеке, и моя миссия как журналиста, сделать так, чтобы этот человек стал президентом. Вот как только у меня появится миссия кого-то сделать президентом, или у тебя, я уверена, что мы просто из этой профессии уйдем.